В эфире, как всегда в это время, программа «Важный день» в студии Наталья Маслова. Добрый вечер. Сегодня у всей страны праздник, День знаний. Всегда и во все годы он был светлым и радостным. Но в этом году обрачен трагическими событиями на востоке Украины. Все школьные линейки начались с минуты молчания в память погибших в этой необъявленной войне. А на многие мероприятия были приглашены даже участники АТО. Военные события на самом деле разворачиваются стремительно и непредсказуемо. Трагедия в Уловайске вынудила президента задуматься о серьезных ротациях в командовании вооруженных сил и о вероятном введении военного положения на востоке страны. Последний вопрос, в частности, обсуждался на встрече с лидерами депутатских фракций. Сегодня же в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Эти и другие не менее важные события мы проанализируем с нашими гостями. Сегодня это Владимир Цибылько, политический эксперт. Добрый вечер. И Михаил Притула, полковник запаса, экс-советник главы СБУ. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Но в начале нашей беседы я предлагаю послушать прямую речь президента. К большому сожалению, этот праздник, День Знаний, мы встречаем в очень сложное для страны время. Ситуация еще более обострилась в последние дни. Против Украины сейчас началась прямая, неприкрытая агрессия со стороны соседнего государства. Это коренным образом меняет обстановку в зоне боевых действий. Ставит новые, на порядок более сложные вопросы перед нашими силовыми структурами. Мы сейчас тщательно анализируем события последней недели. Выводы будут серьезными, в том числе и кадровые. Выставки будут серьезные, в том числе и кадровые. Ну, итак, первый вопрос. Каких кадровых изменений ожидать в ближайшее время и что, собственно, их спровоцировало? Давайте, наверное, вы. Ну, это, наверное, гипотетические рассуждения о кадрах. Скорее всего, что в преддверии выборов очень хочется быть эффективным менеджером. И, скажем так, демократизация общества после Майдана, она сделала людей специалистов во всех областях. Они могут управлять войсками, могут о балете, о футболе рассуждать. Тем более, что, ну, последние несколько дней трагических под Иловайском, они сразу как-то заострили внимание и к руководству антитеррористической операции, к руководству Министерства обороны. Во всяком случае, то, что это обсуждалось главами фракций парламентских, это, конечно, борьба за голоса. Но, в то же время, вот такая игра, чехарда, перестановка кадров на маршруте, это, ну, создание дополнительных сложностей все-таки. Михаил, как считаете вы, что спровоцировало и изменит ли эти кадровые перестановки что-то еще? Потому что у нас, в общем-то, поменялась, собственно, вся команда практически целиком силовиков. Мы можем прогнозировать кадровые перестановки, исходя из тех полномочий, которые даются президенту, законом Украины о антитеррористической деятельности, о борьбе с терроризмом, его полномочиями данные Конституции. И вот президент, как должностное лицо, как представитель народа, он имеет право и обязан назначать начальника антитеррористического центра при СБУ. Именно начальник антитеррористического центра при СБУ является единственным правомочным и легитимным руководителем антитеррористической операции. Руководить антитеррористической операцией не может ни Гелитей, ни Порошенко, ни кто-либо еще, ни Аваков, ни кто-либо еще. Единственный руководитель – это начальник АТЦ при СБУ. И Порошенко в этом случае имеет единственную полномочие – это снять начальника АТЦ и поставить нового начальника АТЦ, если президент недоволен работой. Ну, я скажу, что вопросы к министру обороны – это скорее вопросы, во-первых, логистики, во-вторых, производства вооружения. Это выполнение тех указаний, которые идут с штаба АТЦ. Но какие указания были со штаба АТЦ, как реагировал штаб антитеррористической операции, какие указания он давал, мы с вами знать-то не знаем и не можем этого знать. В данном случае у президента, как гаранта Конституции Украины, он и законности, в общем-то, в стране, у него есть полномочия спросить, начальник АТЦ, а что произошло-то? Почему люди попали в котел, почему они погибли, почему на нашей территории действуют уже российские войска, регулярные войска, и почему вы их не уничтожаете? Во всяком случае, разведка недоработала. Тут принципиальный подход разный, Владимир, понимаете, тут принципиально другой вопрос. Кто-то поставил задачу освобождать города, зачем? Зачем нам освобождать территорию, если у нас огромное количество террористов? Нам нужно уничтожать террористов, как этого требует закон о борьбе с терроризмом. Как вы считаете, трагедия в Уловайске, все-таки какая была основная причина? Это некомпетентность командования, это предательство или что-то другое? Нет, это не предательство, это, ну, учитывая определенные психотипы руководителей, операций и ведомств силовых, они все-таки спешили к Дню независимости сделать какой-то подарок. Это совковая идеология, да, то есть вот давайте мы сделаем красный флаг, повесим на трубу Чернобыля. Зачем? Да, вот тоже самая логика. Вот зачем это спешить было? Согласно закону о борьбе с терроризмом они должны уничтожать террористов. Говорит Михаил, в тылу остается очень много разрозненных групп. Почему продвигать линию фронта? Ну, понятия такого нет, линия фронта, но есть занятые города и надо очищать тылы. Надо подготавливать тылы к нормальной цивильной жизни, гражданской жизни, а не оставлять за спиной такие закладки, которые в любой момент могут вспыхнуть. Почему мы думаем о жизни людей, которые остались на территории и не думаем о жизни наших солдат и тех семей, которые их собирали, тех тысяч людей, которые готовили солдат. Ведь не государство обеспечивало, извините, добровольческие батальоны. Не государство не дало ничего, кроме оружия. Все остальное это инициатива людей, которые вкладывали иногда последнее, что у них есть для того, чтобы снарядить бойцов туда. И вот так жизни отдавать кому? Ради чего? Что произошло? Вот это очень важный вопрос, и тут именно президент должен разобраться, потому что там очень много тонкостей, которые касаются именно самой сути проведения операции. Самое важное, самый основной раздражитель тот, что именно военные части, армейские части фронтовой операции были задействованы не на полную силу. И добровольческие батальоны, задача которых полицейские функции, они были фактически втянуты в противостояние российским армейским частям. То есть они стали штурмовыми, вместо того, чтобы делать зачистку. Само по себе очень опасное мероприятие оперативное. Они были как штурмовые батальоны. Это не функция, у них нет необходимого вооружения. Дошло до фактически войны с танками, легковооруженных солдат. Давайте еще поговорим по поводу Донецка. Вот бои развернулись с аэропорта Луганска. Сегодня по приказу командования АТО аэропорт был сдан. Сейчас продолжается борьба за аэропорт Донецка. Вот скажите, почему сдали Луганский аэропорт и почему он так был нам важен? Ну, во-первых, он был важен для того, чтобы не появилась авиация террористов. Видите, последняя атака на катера приграничной охраны как раз свидетельствует о том, что террористам надо было за что-то зацепиться, чтобы у них появилась авиация. На сегодняшний день изменилась, качественно изменилась ситуация на Востоке. Если раньше у нас была война с террористами, которые были просто местным ополчением, или руководимые разведывательно-штурмовыми группами противника, были персонажи, которые пришли из ПИЦы, спецура, которая работала на этой территории, то сегодня действуют регулярные войска российской армии. Ну, кстати, президент сегодня сказал, что у нас задача усложнилась на порядок. Совершенно правильно. И теперь, исходя из того, что эта задача усложнилась, мы должны поменять вообще концепцию нашего отношения к России. Мы теперь не должны Россию кормить, мы не должны давать России газ, например, в Крым, мы не должны давать электричество России, например, на Восток. Воду Крыму уже закрывали. И в Крым. А почему мы открыли? Это вопрос. Мы не обязаны это делать, мы обязаны давать ему воду. Если у них кончилось водохранилище, не вопрос. Мы думаем о населении в Крыму и не думаем о наших солдатах. Давайте уже относиться к России как к агрессору, который на нас напал. И если граждане России с удовольствием выполняют преступные приказы Путина, который не имеет на сегодняшний день никакого решения Государственной Думы, который нарушает Конституцию России и является, по сути, военным преступником в России, то давайте к нему относиться соответствующим образом. И к России так же. Почему мы должны все это делать? Давайте, есть у нас село, допустим, Прохладное, возле Краснодона, где стоит станция, которая передает электричество в Россию. Почему она до сих пор функционирует? Почему мы обеспечим энергосистему Российской Федерации перетоками электроэнергии? С какой стати? Давайте мы в Новопскове открутим подачу газа на Краснодарский край. Почему мы должны страдать, а Россия должна при этом жаровать? Кстати, я хотел бы напомнить, в 2008 году, когда Путин сделал пару агрессивных выпадов со стороны Украины, возник сразу вопрос аммиакопровода. И Россия сразу затихла. Кстати, да. Россия позволяет себе вывести наши заводы, к примеру, тепловозостроительные в Луганске. Почему мы должны обеспечивать функционирование экономики России? Без Украины России нет. Это давно известный факт. Вот вопрос немножко еще в тему. Вот на кадровой перестановке настаивает и премьер Яценюк. Вот сегодня в Днепропетровске он выступил за смену руководства украинских оборонных ведомств. Скажите, вот зачем и каких предприятий это может коснуться? Во-первых, Яценюк... И не ударит ли это по нам, прежде всего? Да, и Яценюк вышел с популистским законом о запрете любых блоков, кроме НАТО и Евросоюза. Первый, причем этот закон, проект закона голосовался на Кабмине. Второй, Яценюк привязывает свою избирательную кампанию к референдуму по НАТО. И следом тут же плагиат появляется. Владимир, для того, чтобы была избирательная кампания, нужно было бы, чтобы к этому времени еще была Украина. Ну да. И на сегодняшний день, Яценюк, как бы он не привязывал к чему, он за полгода не сделал ничего для освобождения бизнеса. Это простые вещи, которые должны освободить экономику на сегодняшний день. Все-таки дойдет этого дело или ограничится только популистским решением? Он обязан это было сделать еще вчера. Почему он этого не сделал? Мне неинтересны его законопроекты о том, как наши будут взаимоотношения с Европой и США. Извините, мне интересно, что мы сегодня будем есть. И мне интересно, как будет работать наш бизнес, чтобы люди могли быть свободны. Как были системы лицензирования и сдерживания, так она осталась. Устранить ее нужно неделя работы премьера. Скажите, все-таки оборонная промышленность, она работает сегодня на украинскую армию? Она могла бы работать на украинскую армию, но могла бы работать в 10 раз эффективнее. Это была бы не просто дотация, которая дает премьер. То есть премьер бегает и выбивает деньги. Очень классно. Извините, мы можем зарабатывать эти деньги. Скажите, а что мешает? Мешают, как правило, чиновники, которые есть в его подчинении. Потому что та старая команда чиновников, которая состалась с совковой идеологией, она объяснит тысячу раз любому премьер-министру, почему они правы, почему это делать не надо, почему не надо давать разрешение на производство бронежилетов, почему нельзя ввозить кевлар, почему нельзя делать то, то и то. Что на самом деле делать можно и очевидно, потому что это поставляется вообще к нам в Украину свободно. И вот эти вот вещи, они блокируются многими чиновниками, которые на этом сидят и зарабатывают деньги. Как вы считаете, все-таки вот эти вот поражения, которые испытывает Украина, связанные с тем, что у нас в оборонной отрасли коррупция? Ну, во-первых, это не поражение. Это переход в другое качество конфликта. Из антитеррористической операции в фактически оборону территориальной целостности страны, это российская агрессия. Вот буквально Иловайск, это был тот поворотный пункт, который перевел из... Из одной стадии в другую. Да, фактически в другую стадию. В чем была игра Путина? Путин решил сыграть в... Ну, помните, был командующий, точнее, министр обороны России Павел Грачев, который пугал Грозный одним батальоном. Вот Путин попытался поддержать террористов в Украине парой-тройкой батальонов. Оказалось, что украинские части перемолотили это все. И он с перепугу, понимая, что это поражение, он нагнал сюда войска. Несколько тысяч войск. Причем все. Причем все. Все, которые у него были. Все более-менее живые войска, способные воевать, они уже в Украине. А теперь мы можем посмотреть, что будет дальше с Россией. Да. А теперь вопрос по оборонке. Дело в том, что оживить оборонную промышленность правительство не сумело. И, мне кажется, даже не пыталось. Сумеет? Не сумеет. Дело в том, что оно руководилось определенными, скажем так, целями сожительства с предыдущей... Ну, кстати, это было просто необходимо для того, чтобы сохранить целостность страны. Но сейчас вот эти вот предыдущие системы, они показали не же способность и вредность свою. Они как раковые окопы. Паразитарность. То есть они сами себя уничтожают. То есть они уничтожают среду, в которой они существуют. И пришло время сказать, извините, ребят, или мы выпускаем оборонную продукцию, или мы дальше попадаем просто... Во всяком случае, сейчас власти очень трудно входить в избирательную кампанию, потому что те вещи, которые надо было сделать сразу в течение месяца-двух... Ну, все говорят, что реформы затормозили... Я прошу прощения, Владимир, недели-двух. Ну да, во всяком случае, прокуратура могла по основных виновниках расстрела людей на Майдане, могла завершить следствие в течение максимума месяца. Я должен сказать, что, наверное, там была какая-то договоренность, потому что... Вот еще недавно я обратил внимание, что 21 февраля были упразднены две статьи Уголовного кодекса, 423 и 424. Это злоупотребление властью и превышение власти должностных полномочий военными начальниками. То есть, видимо, это был какой-то момент... Ну, во всяком случае, для сохранения воинских подразделений... Это было важно, да. Да, но сейчас это нужно возобновить, потому что у нас, получается, командование вооруженных сил безнаказано. Я предлагаю вам все-таки перейти немножко к другой теме. Вы немножко увлеклись? Вопрос не в официальных-исполнителях среднего звена. Вопрос в официальных... Наташа, мы говорим о важных вещах. Но давайте поговорим о ядерной бомбе. Давайте немножко позже об этом поговорим. Вот я хотела бы, что сегодня цифры о количестве российских военных на территории Украины озвучил Андрей Лысенко, спикер СНБО. И вот что он сказал. По оперативной информации на территории Украины действует не менее четырех батальонно-тактических групп российских вооруженных сил. В районе Новосветловки, Новоанновки, Красного, в районе Старобешева, Новокатериновки, в районе Кумачева, Победа, Щербак-Маркина. Отметим, что батальонно-тактическая группа – это формирование численностью около 400 человек, усиленное артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Скажите, Михаил, возможно, у вас есть какие-то свои цифры, сколько российских военных прибывает на территории Украины? Оценки цифр совершенно разные. То есть в настоящее время может прибывать до 20 тысяч военных. И точная информация-то знает, возможно, разведка, если она у нас есть, или если она работает. А почему таких цифр нет? Есть же спутники НАТО, которые отслеживают ситуацию. У НАТО эта цифра точно есть, там могут знать до человека. Но если это у нашей разведки, работает ли эта разведка и дает ли она информацию наш штаб АТО? И рассчитывается ли это? Но мы можем знать, что Путин собрал 60 тысяч, да? Да. Да, 60 тысяч. А 60 тысяч мало для захвата 42 миллиона страны. Даже в двух областей мало. Это мало, это нонсенс. И на сегодняшний день мы, как мужчины, просим только одно. Дайте нам оружие. Потому что да, мы, может быть, по возрасту уже не поедем туда. А может и поедем. А здесь тоже надо охранять. Конечно. Кстати, для защиты от террористических групп, диверсионных групп, без мобилизации местного населения, без создания сил самообороны на местах, защитить города будет невозможно. Это, кстати, вопрос к Министерству внутренних дел. Нужно создавать батальоны здесь. Попытка их создавать была месяца два назад. О ней ничего не известно. По сути, милицейское ведомство сформировало из своих сотрудников достаточное количество батальонов. Они тоже занимаются, как и добровольческие, в основном полицейскими функциями. Но добровольческие батальоны еще и воюют. Ну вот у нас прошло три волны мобилизации. Возможно ли всеобщая мобилизация, если такая ситуация сложилась? Конечно, возможно. И нам, в общем-то, мы подходим сейчас к этому, потому что мы понимаем, что группировка войск Путина находится в 200 километрах от Киева. На границе Черниговской области и Белоруссии. И там стоит мощная группировка. Если у нас есть людской ресурс, то есть ли у нас оружие, техника? Оружия и техники у нас достаточно. У нас не хватает политической воли просто гражданам, те, которые преданы Украине, просто выдать оружие. Ну, во всяком случае... Почему Швейцария богатая, государство дает все необходимое бойцу, и оно лежит у него дома под диваном, а мне не доверяют? Мое что, государство мне не доверяет? Арсений Петрович, вы мне не доверяете? Петр Алексеевич, вы мне не доверяете? В чем проблема? Структура, скажем так, обороны Швейцарии другая. Но в нашей ситуации для сил самообороны надо расконсервировать технику, которая есть на складах. И обучить людей на местах. Не надо гнать всех в Восточную область. Кто может, тот... Да, кто может, здесь он должен возобновить знания, освоить по новой технику. И техника должна быть подготовлена, во всяком случае, к перекрытию периметров городов, патрулированию улиц. Если у меня дома будет лежать ящик с гранатами и РПГ-7 хотя бы, и всего лишь один автомат, то ни один танк сюда не сунется, не волнуйтесь. Слишком уже. Вот сейчас пришла информация о том, что президент на встрече с лидерами депутатских фракций решил не вводить военного положения. Вот как вы оцениваете это? Ну это правильное решение. Правильное по следующим позициям. Потому что единственная причина, на которой депутатские фракции хотели бы ввести военное положение, это отсрочка парламентских выборов, к которым все не готовы. Потому что они говорят, у нас слабый рейтинг, зачем нам проводить выборы? Господин президент, у нас рейтинга нет. Вот что происходит, больше ничего. Во всяком случае, для депутатских фракций это попытка под благим намерением экономии средств избежать выборов. Но на самом деле вопрос же в другом. Если будет введено военное положение, все кредиты, мы просто получаем другой режим инвестирования. И мы не можем ни кредитироваться, ни кредитам, ни помощи. Все страновые индексы упадут просто моментально. Индексы индексирования, то есть это все будет разрушено. А антитеррористическая операция, которая по сути есть на сегодняшний день, она обеспечивает все полномочия для того, чтобы проводить... Кстати, командование антитеррористической операции все возможности не использует. Даже наполовину. Дело в том, что мобильная связь нормально функционирует. Связь такая обычная, проводная, функционирует. Режим газоснабжения, по сути, на территории... Благоприятные условия. Почему не возложить ответственность за эти территории на Путина? Давайте, пусть он беспокоится о населении. Какие проблемы? Делает им выплаты социальные. Беспокоится о медицинском выплате. Пусть привозит еще гуманитарных конвоев много. Ну, готовится второй уже. Второй? Наташа, извините, но ежедневно, то есть для того, чтобы обеспечить вот то население, которое есть на той территории, нужно ежедневно 300 КАМАЗов с продовольствием. Вперед, Владимир Владимирович, давай. Давайте сегодня вот еще Валерий Гиллитей очень много написал разного в Фейсбуке. Он сообщил о том, что операция по освобождению Востока Украины от сепаратистов завершена, теперь мы переходим к оборонительной тактике. И Россия проиграла гибридную войну. Вот скажите, куда делись сепаратисты и чего ждать после сообщения Гиллитея? Ну, во-первых, сепаратисты нигде не делись, но сопротивляться полноценно, качественно они уже не могли. Украинским войскам через это возникла такая жажда Путина отыграться. Он вел, скорее, где-то 2-3 оперативно-тактические группы, которые украинские войска перемолотили очень успешно. Очень успешно. Вот то потрясение, которое испытывает сейчас Путин, он с перепугу гонит войска в Украину, потому что это потеря лица перед своим... Ну, это за счет конец гибридной войны. Да, фактически это оккупация. Это оккупация. Сейчас у нас должна быть другая тактика. Нам не надо освобождать территории, как мы пытались сделать раньше. У нас сейчас должна быть другая тактика. Просто уничтожать противника. Ну, чем больше, чем лучше. Вредить противнику, уничтожать противника, вредить его экономике, перейти к другой тактике. Ну, вот оборонительная тактика, как она будет на практике выглядеть? Как она будет на тактике, это... В Мариуполе рвы, например, роют. Ну, это больше пропаганда такая. Дело в том, что если в Мариуполе появилось ядро граждан, которые хотят защитить свой город, это уже украинская победа. Дело в том, что сама антитеррористическая операция была призвана не отвоевать территории, а отвоевать граждан, вернуть граждан Украине. Чтобы граждане поверили в возможности своего государства. Вот на освобожденных территориях граждане почувствовали, что они полноценные граждане. Фактически, что делал Путин? Он действовал как мошенник. Они обманывали граждан Востока. Они говорили, мы вам тут дадим золотые горы. А вместо золотых гор, рабочих мест, мы видим разруху, уничтожение полностью жизни. Путин говорит, давайте договариваться. Не вопрос. Но с кем? Донецкое ядро сейчас находится где? В Киеве. Вот здесь элиты Киева. В Киеве находятся элиты Донецка. Они каждый вечер собираются практически в Арена-Сити. Вот там и нужно с ними договариваться, но не с Пургиным. Давайте закончим с Гелитэем, потому что потом вернемся уже к минским консультациям. Вот сегодня я также заявил, что Россия угрожает в случае продолжения АТО применить против Украины тактическое ядерное оружие. Как это расценивать, тем более, что такая информация распространяется через соцсети от официального человека? Эта информация впервые появилась еще в 2008 году. Была такая статья, пробный шар, который давали российские политтехнологи, называлась операция «Механический апельсин». И там намек был такой, что будет применено тактическое ядерное оружие куда-то по лесам, по лесу, для того, чтобы показать демонстрацию силы Путина. И то, что он пойдет на любое. И такая угроза прозвучала недавно. По-моему, Рогозин выступал и выступал Лавров. И они говорили о том, что ядерное оружие может быть применено даже по одной из стран Европы. Более того, в тактическое место, на позицию пуска крылатых ракет возле Нидерландов, туда залетел стратегический ракетоносец Ту-95. Чтобы было понятно, с этой точки позиции накрывается вся Европа. То есть ракетами Х-555, которые есть, крылатыми, которые являются носителем ядерных боеголовок, накрывается любая точка Европейского Союза. Вот это был демонстрационный полет, и этот бомбардировщик там летал. Это были страшные вещи, и это вполне реальная угроза. То есть ничего нового Гелета не сказал? У него с головой уже все... Ну подождите. Дело в том, что Россия где-то к 2008 году изменила свою военную доктрину. Где четко прописала возможность превентивного ядерного удара. Это впервые после 1991 года Россия изменила сначала свою доктрину военную, потом она фактически приступила к аннексии Грузии, потом готовилась к Украине. Поэтому то, что сказал Валерий Гелетей, это не потрясение. Когда эти слова звучали недели три назад из уст министра иностранных дел Лаврова, почему-то Европа это серьезно не восприняла. А когда об этом напоминает министр обороны Украины, почему-то поднимается большая... По сути, Европа и США, они должны сейчас просто обязаны, действительно обязаны дать нам необходимое противоракетное оборудование. У нас вот этого нет. Нам необходимо получить противоракетное оборудование и США, и желательно из Израиля. У них там прекрасные железные... Противоракеты и железно-ракетные комплексы. Вчера вот были зарегистрированы новые инциденты возле Мариуполя, когда были обстреляны катеры украинских пограничников, по сообщению того же Лысенко, из управляемых ракетных установок. Вот скажите, зона военных действий, она расширяется, и будут ли новые фронты? Увы, Путин может сейчас пойти на то, чтобы сделать новые фронты. То есть мы должны это понимать, и Путин играет в ту игру, то есть он пошел ва-банк, у него дороги назад нет. То есть он умрет или сам, или он умрет, Путин и его окружение, или умрет Путин и Россия, или умрет Путин и весь мир. Вот четыре варианта действий. И вот тут даже выбор не у нас с вами, а выбор у Путина и его окружения. Захочет ли его окружение миллиардеры, которые привыкли хорошо жить, хорошо кушать, захотят ли они погибнуть вместе с ним? Захочет ли Россия погибнуть вместе с Путиным? И вопрос только в том, когда Россия осознает, что Путин толкает их в ядерную войну, из которой большинство из них не выживет. Ребята, остановитесь! У вас сумасшедшие с ядерной кнопкой. Вот что происходит. Вот одно из важных событий дня, это был результат консультации в Минске при участии Леонида Кучмы, Михаила Зурабова, ОБСЕ, представителей ЛНР и ДНР. Вот последние пообещали сохранить единство Украины в обмене своих силовиков, это я цитирую, русский язык и собственную внешнюю политику. Вот скажите, кто стоит за этими условиями и пойдет ли на эти условия Киев? Вы озвучили не весь пакет. Дело в том, что они еще говорили об особых экономических отношениях с Евразийским Союзом, фактически предлагая полную экономическую автономию, ориентированную исключительно на Россию. Поэтому, по сути, Путин и его аналитики подготовили этот пакет предложений таким, который был бы не воспринят украинской стороной. Они специально выходят на переговоры, но с таким пакетом предложений, который априори не может быть принят. Компромисс невозможен ни по какому вопросу? Дело в том, что, скажем, компромиссным для всех сторон конфликтом могли бы быть выборы. Но дело в том, что террористы путинские, они не умеют играть в выборы. Они могут отобрать, ограбить, забрать силы с оружием, но они боятся избирательной кампании. Поэтому они никогда не пойдут ни на демократизацию, ни на такие легальные инструменты. Но, тем не менее, уже обозначена следующая дата, это 5 сентября, когда состоится следующий раунд этих консультаций. Вы знаете, это, скорее всего, попытка сберечь части российского истеблишмента лицо. Потому что, ну, вот эта активность Зурабова, она, конечно, оправдывает все. А, по сути, официальных лиц с украинской стороны не принимают участие. От этих переговоров в Минске выигрывает Лукашенко. То есть он предоставил площадку для мирного диалога в Европе. Но, с другой стороны, а кто там переговаривается? С какой стороны Пургин может быть представителем донецкой элиты? Ну, это нонсенс. Кто из представителей террористов легально избран? Они не имеют никакой легитимации. Они самозванцы. Вести переговоры с самозванцами, они не выигрывали выборы. Это люди, назначенные Путиным. Все, точка. То есть на этом все оканчивается. Вот сепаратисты также требуют прекращения огня для проведения тех же выборов. Как вы думаете, Порошенко готов объявить об этом? Тем более, что буквально в следующей неделе он заявлял, что уже на этой неделе будет какое-то перемирие. Он опять сказал о новом плане, мирном. Что будет? Если мы укрепим линию фронта на сегодняшний день, то можно сделать перемирие. Потому что перемирие на самом деле смертельно для Путина. Потому что перемирие возлагает ответственность на Путина за те 2 миллиона людей, которые там живут. Пусть платят пенсии, социалку с российского бюджета, если они это готовят. Пусть кормят. Понимаете, это 300 КАМАЗов еды каждый день. Это восстановить электроснабжение, газоснабжение, дороги и все прочее. Разрушил? Владимир Владимирович, давай, можешь, вперед. Ну, допустим, все-таки Порошенко пойдет на прекращение огня. Вот скажите, как это воспримут ЕС и США, тем более, что они до этого одобряли АТО? АТО это все-таки антитеррористическая операция. Это не фронтовая операция. И в восточных областях, в Донецке и Луганске, не было никогда линии фронта. Вот были, скажем так, битвы за коммуникацией. Это совсем другой тип войны. Поэтому, пока это было в формате таких небольших групп или батальонных групп, это, по сути, была антитеррористическая операция. И западные страны прекрасно понимали, что Украина должна, во всяком случае, локализовать угрозу. Вот, ну, Украина, я думаю, справилась больше, чем со своей задачей, что и вызвало такую агрессию Путина. По сути, украинские силовики переломили ситуацию на свою пользу. Давайте к следующей теме. Вот в эту субботу прошел саммит ЕС в Брюсселе, в котором принимал участие также Петр Порошенко. И помимо того, что он обрисовал ситуацию в Украине, обсуждался и вопрос воздействия на Россию. Вот что сказал президент. Мы очень тщательно обсудили санкции. И основываясь на моих предложениях, которые были поддержаны большинством стран-членов, могут быть реализованы новые санкции, в том числе секторальные санкции третьего уровня. Они привязаны к успеху мирного плана президента Украины, который единогласно поддержали все члены государства ЕС. Ну, похоже, что ЕС и Украина, в общем-то, не видят никаких других выходов из ситуации, как введение санкций. Как же тогда вот заверение о дипломатическом разрешении этого конфликта? Россия привыкла жить в мире цивилизации и получать от этого мира и цивилизацию все его блага. Компьютеры, кредитные карточки, золото, бриллианты, шоппинги для своих любовниц, автомобили, запчасти к автомобилям, самолеты. Это возможность обучать детей в престижных вузах. Вот к этому всему Россия привыкла. Но это мир, созданный западной цивилизацией. И в этом мире нельзя себя вести, как слон посудной лавки. Вот Россия влезла в этот мир и начала его разрушать. Причем, не имея для этого, она просто не может ничего создавать и не может ничего делать. 60 миллиардов долларов в месяц Путин обязан тратить на поддержание критического импорта в России. Этих денег у него нет. И он может сейчас только злобно щелкать зубами по отношению к Европе и обязывать Европу давать ему деньги. То есть это логика террориста. Я вот взял заложников, а теперь вы мне давайте. Дело в том, что для поддержания платежного баланса это одно. Российским корпорациям до конца года надо вернуть 200 миллионов, миллиардов кредитов. Таких денег в России просто нет. Это значит, что они могли только перекредитоваться, чтобы отдать долги. Вдумчивый зритель. У нас же вдумчивые зрители. Он может зайти на сайт Центрального банка России, найти статистику международной резервы и посмотреть динамику роста международных резервов в Российской Федерации. Это официальная статистика. Российской Федерации можно же верить, правда? И там все это можно увидеть. То, что будет. Поэтому секторальные санкции, которые будут введены, это крах экономики России. Вот Европа говорит о секторальных санкциях, но в то же время известно, что в Европе очень много совместных предприятий. Это уже вызывает протестные действия в самой Европе. Вот скажите, не станет, не спровоцирует ли новая волна санкций какие-то недовольные действия в Европе самой? Как вы считаете? Ну, скорее всего, по, скажем так, социальному блоку вряд ли эти санкции ударят. Дело в том, что все, что относится к защите производителей своих, Европа уже подготовила. Они, по сути, переориентировали в это время. Смотрите, вот Россия испугала Европу отказом от продуктов европейских. Дело в том, что в ВВП Евросоюза экспорт в Россию составляет продуктов питания, составляет всего 0,6 или 0,7%. Десятых процентов. Испугать этими санкциями Европу невозможно. Они просто переориентируют это на социалку внутреннюю или найдут способ пополнить, например, продовольственные фонды ООН или еще какой-то механизм. Но, во всяком случае, европейский производитель уже будет защищен. Тем более, что часть этой продукции придет. Но Россия все равно уже выходит на другие рынки, вот с Латинской Америкой сейчас ведутся переговоры активные. Не потеряется ли европейский центральный? Нет, продовольственные рынки перекрыть другими потоками невозможно. Это невозможно, потому что продовольственные рынки работают на фьючерсных контрактах. То есть для того, чтобы вы сегодня получили свинину, вам нужно было три года назад заказать эту хрюшку, чтобы ее вырастили. А если эту хрюшку не вырастили, где вы ее возьмете? Европа в данном случае, она себя обеспечит полностью. И для Европы она же не всю Россию кормила. Она кормила Санкт-Петербург и Москву. Я хочу напомнить довольные лица финнов, которые завернули сыр из России в Финляндию назад. И этот сыр стоил 25 евроцентов. Счастливые финны бегали по супермаркетам, собирали дешевый сыр. Европе все будет хорошо, не волнуйтесь. Как вы считаете, вообще Путина можно санкциями остановить или все-таки это беспорядок? Санкциями? Нет, это санкция, это метод давления на элиты Москвы, на элиты Кремля, которые привыкли жить хорошо. Но скажите, вот если, допустим, вы прекрасная женщина, у вас есть прекрасный мужчина, с которым вы еженедельно привыкли летать в Париж на шопинг. А теперь ваш самолет просто тупо не пускают в Париж. А ваши кредитки просто не работают. А ваши туфли уже истерлись, а надо новые. Скажите, что вы скажете своему мужчине? Это же на самом деле небольшая прослойка таких людей. Да, но это именно влиятельная прослойка людей. Это та прослойка, голод которой будет очень дорого стоить Путину. Эта прослойка, она не хуже других. Вот смотрите, я говорил о тех 200 миллиардах, их надо найти до конца года. Если до конца года эти деньги не появляются, корпорации, которые все равно есть не государственные, приватные, но они формируют порядок дня государства. Эти корпорации без прямого контакта с Путиным существовать не могут. Эти корпорации валятся. Вы же поймите, бизнесмены в Европе и США. Там же нормальные люди, там бизнесмены, они смотрят. Тушка в России есть. Баланс, да. Есть активы, которые становятся неликвидными, которые можно купить по дешевке. Там фирмы уже 4 месяца скупают активы российских компаний. По бросовой цене. Вот что происходит. Уже вся Европа стоит и весь мир стоит возле туши этого российского медведя в очереди. Тем более каждый месяц и каждый агрессивный шаг Путина снижает стоимость и ликвидность активов. Он делает против России. Они ждут, когда вот этот баланс 200 миллиардов под конец года, он завалит все рынки ценных бумаг. Давайте снова еще есть заявление. Вот Европа достаточно категорически высказывается по отношению к Путину. Вот Дональд Туск, новый глава ЕС, считает, что Европе нужно встать на защиту Киева. О какой защите говорит Туск и в чем она может выражаться конкретно? Во-первых, помощь финансовая, помощь нелетальными видами вооружений. Это в первую очередь. Дальше логистика. Кроме помощи Евросоюза есть еще отдельная программа НАТО. Там есть 4 фонда, которые занимаются кибероборонной, логистикой, другими направлениями. По сути, мы сейчас наблюдаем против агрессии Путина открытие специфических, скажем так, фронтов, маленьких фронтиков. Ведомственных, каких-то отраслевых, где, по сути, Путин не имеет адекватного ответа на вот эти вызовы. Посмотрите, что Путин делал? Путин за всю жизнь России, и России, и до Путина, Россия создавала зоны конфликта. Вокруг России создано много зон конфликтов. Там Карелия, вот пошли по кругу, да? Карелия, Кёнигсберг, она же в Восточной Апросе, ныне Калининград. Дальше Приднестровье, Крым теперь, Южная Осетия, Абхазия, Донецк. Будущее Приднестровье, если им не повезет. Дальше Дагестан, Чечня. Это все территориальные претензии к России. Дагестан, да. Азербайджан, Нагорный Карабах, Дальше Туркмены, Дальше Китай, Дальний Восток, Курилы. И во что это может вылиться в итоге? У России и еще заграничные конфликты. То есть, допустим, это конфликт в Ираке, Сирии, сектор газа. Путин не может удерживать даже одну зону конфликта. Реально, у него сил нет. А Венесуэла и Куба? Попрощаемся. Это уже очень далеко. Очень далеко. Но, тем не менее, что получается на сегодняшний день? На сегодняшний день эти конфликты будут разморожены. И все скажут, Россия, отдай то, что ты у нас забрала, веками забирала. Отдай то, что ты должна. Отдай Восточную Пруссию, отдай Карелию, отдай Приднестровье, скажет Молдова. Владимир, у нас остается буквально 4 минуты. Я хотела бы еще по теме НАТО поговорить с вами. Вот от США поступила инициатива предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО. Это, цитирую Порошенко, позволит нам получить новые возможности от сотрудничества с Америкой и усилить свою безопасность. Если можно конкретно, о чем идет речь, поскольку сейчас только рассматривается вопрос о совместных учениях, о киберзащите. Ну, этот статус очень важный, но Украине более важный статус был бы особого партнера США. Ну, как в таком статусе Израиль, Филиппины, Япония, Южная Корея. Вот нам нужен такой статус, потому что согласование при принятии решений в НАТО, оно очень сложное. А в такой динамичной ситуации нам нужен партнер, который реагирует сразу. И Соединенные Штаты, вот такой партнер, вот это партнерство нам более важно, чем... Украина самодостаточная страна, которая имеет территорию и природные ресурсы, все, которые можно только представить. Это страна, в которой может быть рай. И этот рай, боже, нам нужно только дать толчок, нам нужно не мешать, нам нужно дать развиваться. Нужна технологическая инъекция, нам нужна немножечко инъекция оборудованием, чтобы мы начали дышать. И немножко инъекция свободы усилить так. Взять мы это не можем в Европе, Европа не смогла это дать никому, можем взять это только в США. И для этого нам нужно просто измениться, нам нужно стать такими же, как они. И поэтому это решение очень правильное. Вот завтра в парламенте будет рассматриваться, видимо, вопрос об отказе Украины от внеблокового статуса. Вот скажите, это действительно нам мешает на пути к развитию какому-то? Во всяком случае, это изменение в закону внутренней политики носилось под давлением России. Это был элемент ихнего сценария. И во всяком случае, элементы вот такого российского сценария в украинском быке. Их надо выкорчевывать сейчас на корню, чтобы даже закладок вот этих идеологических, административных не осталось. Потому что конфликт продолжается. Я думаю, что наши депутаты примут правильное решение, потому что им все-таки лучше летать в шоппинг в США и в Париж, чем на Колыму. Это просто. Вот Порошенко сегодня еще заявил, что он будет убеждать Вашингтон признать ЛНР и ДНР террористическими организациями. В общем-то, об этом говорилось давно. Почему сейчас опять эта тема возникла? Во всяком случае, Россия пытается представить их как... После вчерашнего заявления Путина о необходимости рассмотрения государственного статуса. Это очень тревожное заявление. Чтобы упредить дальнейшие шаги Путина, просто надо их объявить вне закона в целом мире, как они объявлены вне закона на территории Украины. Кроме того, признание их террористическими организациями позволит использовать средства, которые заблокированы на счетах финансистов, для финансирования террористической операции и развития Украины. На сегодняшний день нам необходимо наносить тем, кто воюет против Украины, вред до того уровня, когда он станет неприемлемым и невыгодным дальнейшую агрессию России против Украины. Первое, второе, нам нужно держать дипломатический фронт. Впервые Украина оказалась в одном ряду с самыми сильными игроками мира. Всю нашу историю мы разрывались между центрами силы. Сейчас мы... Мы стали субъектом. Да, мы стали субъектом. И этот статус надо беречь. Ну и самое главное, что нужна консолидация внутреннего общества и, ну, скажем так, общественная работа с населением России, которая, ну, депрессивна сама от пропаганды путинской. В конце концов, Путина из Кремля предстоит выносить за население России. Время нашей программы, к сожалению, заканчивается. Я благодарю, что вы сегодня к нам пришли в гости. Напомню, что мы беседовали с Владимиром Цебулько, политическим экспертом, и Михаилом Притулом, полковником запаса, экс-советником главы СБУ. Большое спасибо. Ну, а с вами была Наталья Маслова. Встретимся уже завтра. Всего доброго.